Ну что, давайте начнем. Меня зовут Татьяна Федотова, я отвечаю за работу с высшим образованием в компании Microsoft. Давайте попробуем сегодня немножко поговорить о цифровизации мира, немножко об образовании, о том, как нам жить в этом мире, что нам может вообще в этом помочь и куда, в общем говоря, мы все движемся. Ну, буквально чуть-чуть о компании Microsoft, наверное, вы все знаете. Очень большая компания, более в 190 странах мира у нас офисы, почти 200 тысяч сотрудников. На самом деле, по факту больше, потому что это только сотрудники с постоянными контрактами, а так, конечно, на Microsoft работает много-много людей. 80% рынка операционных систем занимает Microsoft. Есть еще много цифр, где мы очень-очень находимся на лидерских позициях, да, но как бы не буду сейчас вас этим грузить. Почему вообще говорим мы об IT и что вообще, говоря, на наш взгляд, как Microsoft показывает цифровизацию мира? Вот один из примеров, на самом деле, он заключается в том, что если посмотреть на компании, которые являются на настоящий момент самыми дорогими, то это совсем не какие-то промышленные гиганты, там буквально только одна вот нефтяная компания находится в списке топ-10, и на самом деле очень много лидирующих позиций занимают именно информационные компании. Собственно, это вот видно на этом слайде. То есть Apple, Microsoft, Amazon, то есть все, что находится вокруг информационных технологий, оно действительно очень генерирует огромные денежные потоки и занимает очень серьезные позиции не только вообще в плане того, что это обслуживает все, что вокруг него находится, да, но и с точки зрения как бы их вообще места на финансовом рынке. Как меняется мир? На самом деле меняется он стремительно, и чем дальше, тем быстрее. И если мы посмотрим на то, есть такой параметр, очень любят его аналитики, это как быстро сервис достигает количества 50 миллионов. На самом деле, если вспомнить там про автомобили и самолеты, да, то чтобы им начали пользоваться 50 миллионов человек, прошло более 60 лет. То есть это была прям целая такая эпоха, да, от момента, когда появился самолет до момента, когда им стали пользоваться массы, там, летать в разные страны и так далее, и так далее. И дальше все неуклонно становилось все быстрее, быстрее, быстрее. Вот, например, там мобильные телефоны достигли количества 50 миллионов пользователей там за 12 лет. И к чему мы, собственно, пришли? Facebook набрал 50 миллионов пользователей за 4 года, а игра Pokemon Go фактически за 19 дней. То есть на самом деле время освоения сократилось больше тысячи раз. И дальше все будет двигаться точно так же. И на самом деле это показывает, как быстро мир меняется. И есть совершенно прекрасное изречение Льюиса Кэрролла, да, что бежать нужно быстрее хотя бы, чтобы остаться на месте. И информационные технологии, они, собственно, для этого и нужны, да, чтобы помогать нам оставаться на месте, когда все несется, не только оставаться на месте, но и двигаться вперед, да, когда все несется такими вот стремительными темпами. Конечно, Microsoft лидер этой всей истории. И, конечно, Microsoft очень сильно влияет на все, что в мире происходит. И на самом деле, конечно, ну вот цифровая трансформация, да, это настолько уже сейчас термин, который используют все и вся, что ни одна компания, в принципе, наверное, не мыслит свое существование без вот этой всей истории. И, конечно, прежде всего это информационные технологии. На самом деле, в каком-то плане, это вот вся печальная ситуация, и пандемия, и там коронавирус, они, конечно, подтолкнули всех к тому, чтобы быстрее двигаться к освоению информационных технологий, потому что стало понятно вообще, зачем это нужно. Именно сейчас. То есть не когда-то потом, а вот именно сейчас. Есть масса направлений, которые Microsoft развивает, и где он делает очень много всего нового, инвестирует там фантастические миллиарды долларов, да, это и искусственный интеллект, и машинное обучение, интернет вещей, понятно, облачное вычисление, блокчейн, виртуальная реальность, в общем, много-много-много всего. И на самом деле, что приятно, что Россия находится практически впереди планеты всей, да, потому что вот было такое исследование не так давно, которое, собственно, затрагивало руководителей различных крупных компаний, как вообще они относятся к искусственному интеллекту, собираются ли они это внедрять, там, не знаю, как вообще на это смотрят, там, может быть, думают, что это, ну, какое-то там фантастическое будущее, да, или там, наоборот, настоящее. И на самом деле российские руководители очень вот на фоне там мирового, скажем так, сообщества, да, выглядят очень хорошо. Да, пожалуйста. Что? Да, да, да. Вот, то есть на самом деле это здорово, и немножко отражает, ну, характер русских людей, да, что, в принципе, русские люди, они понимают, что надо двигаться, да, что нужно в это вкладывать и, в общем, не бояться изменений. И это очень важно, на самом деле, для вас, потому что, когда вы выбираете профессию, когда вы выбираете то, чему учиться, да, то, конечно, нужно выбирать те навыки, которые ценятся руководителями больших, там, интересных компаний, потому что для вас это огромный плюс, чтобы потом, собственно, когда вы придете в своем резюме, да, то, чтобы те, кто вас нанимают на работу, они должны читать то, что им действительно интересно, полезно и во что это все, собственно, вкладывается время, деньги и внимание. Несколько примеров, как вообще цифровизация, искусственный интеллект и информационные технологии, они врываются в нашу жизнь. На самом деле есть, ну, наверное, миллионы примеров, да, из самых-самых разных отраслей. Ну, я вот взяла там несколько, которые лично меня удивили и которые, мне кажется, такими неожиданными, скажем так. Вот. И на самом деле первый пример – это, как ни странно, читес. Есть такая прекрасная, ну, вы, наверное, все знаете, да, у меня, например, сын очень любит эту всю историю, да, вот, и оказывается сложнейшая задача, как сделать читес идеальными, потому что есть очень много входящих параметров, то есть если, допустим, обычные чипсы, они могут быть разные, то читес должны быть одинаковые, то есть они должны быть одинаковой плотности, там, одинаково всего, и на самом деле для этого прям сделана огромная система, основанная на искусственном интеллекте, которая как раз, исходя из параметров, входящих параметров, формирует те изменения в промышленную вот эту линию, да, которые нужно внести вот прямо на данном этапе. И очень важно, тут очень важно несколько моментов. Во-первых, скорость реагирования, потому что если, ну вот как это обычно делается, то есть есть там некий эксперт, он смотрит там, что, условно говоря, высыпается из трубы и как-то корректирует там через какое-то время, значит, собственно, то, что в неё на начальном этапе, собственно, заходит, да. Но к этому моменту уже огромное количество сырья, времени там всего этого потрачено, да, поэтому тут очень важно как бы мгновенное реагирование. Поэтому читес, на самом деле, производит компания Pepsi, вот, они вложили в это достаточно много денег и, скажем так, ну и опять же много ресурсов. То есть самые-самые лучшие эксперты были использованы для того, чтобы вот эти изменения, как бы, которые рекомендует искусственный интеллект, проверить, как бы, да, опробовать, валидировать и, собственно, уже внести, собственно, в промышленные линии. Сейчас попробую показать ролик, который, собственно, этому посвящён. Должен он показаться. Сейчас, секунду, я включу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Вот такая вот история. На самом деле, конечно, вот то, что, ну, то есть, когда есть желание что-то сделать, непрерывно, скажем так, совершенствовать, да, то, конечно, вот искусственный интеллект и вся вот эта вот процедура, она к этому, это идеально подходит. Потому что чем больше у тебя, чем больше информации, чем больше у тебя вот этих, собственно, практических результатов, которые ты видишь, да, тем лучше всё это можно настраивать. Но тут, конечно, критичный момент – это наличие экспертов, которые всё это корректируют, потому что только машина это всё не может сделать, её нужно учить. Ну вот, и Читес – вот прекрасный, собственно, пример вот этой всей истории. Ещё одна история, тоже связанная с искусственным интеллектом – это разработка компании Bosch, которая, на самом деле, мне кажется, очень важна. У Microsoft вообще есть такой большой проект, который называется Artificial Intelligence for Good, то есть всё, что связано с безопасностью, с улучшениями, с экологией и так далее, и так далее. Вот это вот пример как раз такой истории, потому что она фактически помогает спасать жизни. На самом деле, кто бы… Есть такая проблема на больших автострадах, на непонятных участках сложных, с разметкой, там, с поворотами и так далее, и так далее, что люди иногда путаются, собственно, и несмотря на разметку, в условиях, там, плохого освещения, ещё чего-то, путают полосы, то есть выезжают на встречную полосу движения. Ну, в общем, есть масса историй, которые… Ну, человека фактически, в общем, загоняют в ситуацию, когда он сам подвергается опасности, ещё и создаёт опасность для других, да, то есть не потому, что он там превысил скорость, а именно потому, что он запутался, собственно, в разметке. И вот эта вот целая большая система, которую сделала компания Bosch, совместно с компанией InDrive, по трекингу вот такой истории. То есть это тоже система такой прогнозирования, да, то есть и как только система понимает, что что-то пошло не так, она, соответственно, предупреждает автомобилиста о том, что, в общем, нужно что-то делать, да, что он делает не то. И это, опять же, очень важно делать сразу, да, потому что если он уехал далеко или там сильно разогнался на не том пути, да, то есть чем дальше, тем это опаснее. Поэтому тут очень важно время и, собственно, скорость реакции. Тоже такая прекрасная история, очень мне нравится. Совершенно другая отрасль – сельское хозяйство. То есть, опять же, казалось бы, что там, ну, поле, как всегда, сорняки, какая-то растёт там что-то полезное. Естественно, все поля обрабатываются гербицидами, различными химикатами. Но вот компания Blue River, она задумывалась о том, что, ну, во-первых, понятно, что химия – это не очень полезно для фруктов, овощей и так далее, и так далее, да, а неизбежно, если что-то обрабатывается, это попадает на всю поверхность. Во-вторых, это очень дорого. То есть хорошие вот эти вот химикаты – это дорого, это, в общем, целая такая большая история. И с помощью искусственного интеллекта сделали систему распознавания сорняков и несорняков. То есть, соответственно, вот эта машина, которая идёт, она понимает, как бы, где нормальное растение, а где, там, не знаю, полынь, чертополох, там, в общем, что-то в этой истории. И, соответственно, обрабатывает только это конкретное растение. Ну, понятно, что тоже эта система, как бы, она не сразу появилась, она потребовала огромных, там, человеческих временных, там, ресурсов, потому что, опять же, надо было обучить. То есть, понятно, что машина, допустим, ну, она предполагает, что это сорняк, да, но на первом этапе всегда эксперты, опять же, смотрят и проверяют, правильно ли она угадала. И если она угадала неправильно, корректируют вот эту всю историю. И это много-много-много итераций, пока она начинает работать, условно, практически идеально. Но, как результат, совершенно великолепная система, то есть остаются только хорошие, там, плодоносящие растения, все сорняки умирают, все экономят деньги, в общем, абсолютно все классно. Поэтому даже сельское хозяйство – это, конечно, абсолютная отрасль, которая пронизана цифровыми технологиями и меняется даже, может быть, быстрее, чем некоторые другие, ну, несмотря на то, что она кажется такой консервативной, да. Вот, ну, и еще один пример я приведу, тоже очень модная такая тема – это спортивная аналитика, то есть классическая история, есть тренер, есть команда, там, неважно, хоккей, футбол, баскетбол и так далее. Обычно как это происходит? То есть тренер своим экспертным мнением, он дает рекомендации, как команда должна играть. Но если сюда добавить информационные технологии, если добавить аналитику, то, конечно, система может показать тренеру то, чего он не видит. То есть, ну, вот здесь, в принципе, видно на вот этой маленькой анимации, да, то есть, когда отслеживается все движение игроков и, соответственно, делаются выводы. Ну, выводы очень простые, да, там, были шайбы, были голы или не было голов, вот. И, исходя из этого, можно делать корректировки, то есть, там, не знаю, отправлять хоккеистов там левее, правее, то есть, как-то менять их сочетание и так далее, и так далее. Вот, поэтому спорт тоже очень сейчас такая цифровая и информационная отрасль, не только там в части оборудования, там, в супер всяких волшебных кроссовках, дорожках, тренажерах и так далее, да, но и с точки зрения вот именно обработки информации и, собственно, выводов, которые из этого делаются. Вот такая вот у нас жизнь цифровая, да, все это меняется, течет, и, конечно, нужно в это очень плавно и хорошо вписываться, и для этого технологические и технические различные навыки, они, конечно, сейчас так же важны, как, там, не знаю, умение писать, читать, английский язык, в общем, наверное, как бы наравне, там, никаких-то, ну, никаких-то специфических навыков, да, то есть это фактически то, что, наверное, должен уметь каждый на каком-то определенном уровне. Немножко хочу рассказать, чем Майкрософт может в этом помочь, потому что всегда там плюс к тому, что вы получаете в университете, да, и вы можете делать что-то самостоятельно, и на самом деле это иногда очень важно, потому что это помогает, во-первых, ну, лучше, собственно, усваивать и, там, использовать те знания, которые вы получаете в университете, а, с другой стороны, дает вам какой-то еще немножко внешний вид на всю эту историю. Есть несколько моментов, да, которые Майкрософт предлагает студентам, есть, ну, самое такое простое, самое, наверное, известное, есть такой огромный ресурс, который называется Microsoft Learn, это самые-самые разные готовые курсы по всем интересующим вас направлениям, то есть вы можете там вбить, например, искусственный интеллект, и там будет, там, несколько десятков курсов, в том числе, не знаю, кстати, по искусственному интеллекту есть ли на русском, но это, в общем, наверное, не очень важно, то есть на любую, там, не знаю, вы хотите изучить Excel, вы хотите там лучше работать в PowerPoint, вы хотите изучить Azure, как бы вот там в поисковике выбирайте свой уровень, название, и, в общем, любой курс можете пройти. Вторая история, связанная с нашей платформой Azure, Azure — это все, что касается облачных ресурсов, вычислений, когнитивных сервисов, в том числе, там, искусственного интеллекта и так далее, и так далее, есть специальные опции для студентов, которые тоже можно использовать, там есть бесплатный доступ, то, что там, ну, просто эта история для коммерческого использования, естественно, достаточно дорогая, но для студентов есть специальные ваучеры, возможности, то есть вы можете прям взять и там что-нибудь, там, не знаю, сделать свой сайт, какую-то там, посчитать что-то, не знаю, сделать практическую работу, в общем, масса вариантов. Сертификаты. Вот эту я очень тему люблю, потому что все мы неизбежно как бы в какой-то момент устраиваемся все-таки на работу и приходим со своим резюме. Вот в резюме всегда есть много лишнего, то, что на куда не смотрит никто, вот, но есть вещи, на которые смотрят часто, и это важно, на самом деле, иметь, особенно если вы идете по, там, пути, связанным с какими-то технологиями. И у Майкрософта есть огромная система сертификации, именно вот Майкрософта, то есть вы можете стать сертифицированным специалистом по любому из направлений. И для студентов это часто бывает бесплатно, ну, на самом деле, практически всегда, просто в разных там направлениях, это всегда можно так или иначе найти. Вот сейчас здесь есть на вот этом слайде ссылка, сейчас как раз идет такая акция для студентов, где читают тренинги на русском, и по итогам вы получаете бесплатный ваучер на сдачу. То есть на самом деле это такая очень важная инвестиция со стороны Майкрософта, потому что если это сдает, там, не знаю, сотрудник компании, там, ну, не студент, то это стоит там порядка, там, 100-120 долларов. Вот, то есть такая серьезная история. Вот, а для студентов это бесплатно, поэтому можно чему-то научиться, сдать и в резюме добавить красивый бэджик, вот, и с этим дальше, соответственно, двигаться. Еще одна история тоже для студентов, опять же, чтобы расширять свой вообще круг общения, чтобы как-то те знания, которые вы получаете, распространять там среди других, помогать другим, участвовать в каких-то активностях, есть такая история, как студенты-амбассадоры. Это такое комьюнити, сообщество для студентов во всем мире. То есть на самом деле ничего там не нужно такого особенного делать, там фактически нужно зарегистрироваться и там, ну, по-моему, пройти один курс, любой там на выбор по какому-то из продуктов Майкрософт, и вы получаете доступ ко всей этой большой, скажем так, тусовке, где студенты делятся своими знаниями, умениями, создают проекты совместными, там делают совместные мероприятия. Ну, в общем, такая достаточно интересная и полезная история, особенно если вы хотите двигаться там не только в России, но и за рубежом, то есть вы всегда можете найти какие-то контакты. Есть еще такая ежегодная тоже ежегодное событие, это Imagine Cup. Это тоже для студентов, когда студенты делают определенные проекты и, соответственно, соревнуются, получают призы, там ездят на мероприятия, в общем, тоже применяют, собственно, свои знания. Вот, часто студенты участвуют в Imagine Cup для того, чтобы зачесть себе практику, потому что или там сделать это частью курсовой, или там даже дипломной работой, потому что в рамках Imagine Cup, но достаточно серьезные проекты делаются. Вот, ну и, наверное, финальная тут история, это то, что у Майкрософта на самом деле есть возможности и для трудоустройства, и есть, ну, не скажу, что это, конечно, бывает часто, потому что Майкрософт в России достаточно небольшая, как бы, ну, небольшая компания, но, тем не менее, как бы почти каждый год мы берем студентов на практику и на постоянные контракты именно вот студентов магистратуры, поэтому можете следить за вот этим сайтом, где эти объявления размещаются, и, соответственно, будем очень рады, если вы будете к нам пытаться попасть, потому что нам студенты хорошие и очень нужны, со свежими мыслями, со свежими головами. Ну, вот, собственно, наверное, все, что я хотела сегодня рассказать. Еще раз вернусь к тому, что мир меняется, нужно меняться под него. Майкрософт очень будет рад вам в этом помочь во всех направлениях. Вот, если есть вопросы, могу ответить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.